Урочистая частка, что готовы уси белорусской акции «Мы, грамадяне Беларуси» разгорнулась и в конференц-зале Гомельского областного громадско-культурного центра. Традиционное святкование объединало представников органов выконавчей и законодавчей улады и дальновитую молодь. Ключовый момент – уручение национальных пашпортов. С счастливыми уладальниками своих первых документов у докладняющих особов стали 30 подлетков, которые достигнули 14-ти годов. Усеяны представники одуранной молоди, активисты громадских объединений. Довольно-таки приятно, я чувствую себя более уверенно, целеустремленно. Я бы не подумала, что так получится, что мне будут вручать паспорт здесь. Спасибо, жизнь, за то, что я живу. Спасибо, жизнь, за тысячи минут счастливых, за облака, что по небу плывут, за счастье, что ты мне приносила. У меня много достижений, чем я очень горжусь. Я считаю, что это только начало моей успешной и интересной жизни. Отримать самый головный документ у жития каждого человека у свято-день Конституции для школьников безумовно высокий гонор. Дареча, кроме пашпорта, подлетки отримали у подарона Конституции Республики Беларусь и маляуничая иллюстрованная выданья «Я громадянин Республики Беларусь». Признание человека, его правов, свобод и обовязков – головные складники розквиту и могутности нашей краины. Однако керую прогрессом человек, и вовсе часы эта отказная миссия ускладается на молодь. Миновито тому, подчас урочистого мероприемства, так само отбылось ознайомство запрошенных на его гостей с новоцинными проектами, распрацованными в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Талиновитые представники Беларусьского республиканского союза молодей не спиняются над досягнутым, и они распрацовывают и реализуют усе новые проекты. «Самое ближайшее наше мероприятие традиционное – это областной этап отборочного конкурса, международного конкурса грации артистического мастерства «Королева весна-2016». Затем мы приступим к реализации нашего проекта, который стартовал в прошлом году «Цветы Великой Победы», ну и так далее. «100 идей для Беларуси» в этом году немножечко в другом русле, так скажем, зазвучит. Ну и все наши традиционные будут продолжены». Вероника Ворошилина, Валерия Панико, телерадуя компания «Гомель».